Добрый день, глубоко уважаемая Ирина Александровна, глубоко уважаемые члены Организационного комитета, коллеги. Разрешите выразить благодарность за предоставленную возможность доложить результаты нашей работы в столь необычной для большинства из нас форме и в столь тревожное время. И пожелать всем активной, результативной работы, обмену опытом и накопленными новыми данными проведенных исследований. Темой нашего сообщения является иммунологическое микроокружение опухолевых клеток с фенотипом стволовых при раке желудка. Актуальность проведенного исследования определяется тем, что рак желудка в течение последних 10 лет в мире и в России стабильно находится в пятерке самых распространенных злокачественных новообразований с высоким уровнем смертности. Неутешительный прогноз обусловлен агрессивным течением заболевания с развитием отдаленных метастазов у 85% больных в течение трех лет. Метастатическое поражение брюшной полости происходит более чем у 55-60% пациентов. При этом канцероматоз брюшины диагностируется в 30-40% случаев при выполнении оперативного вмешательства по поводу резектабельного рака желудка и у 20% больных после радикально выполненных операций. В возникновении опухоли, в характере ее развития и ответа на проводимое лечение в последнее время особая роль отводится отдельной популяции опухолевых клеток, получивших название опухолевых стволовых клеток, для которых характерна способность к асимметричному делению. Это самообновляемые, долгоживущие и медленно пролиферирующие клетки. Впервые они были выявлены при остром меволеекозе в конце XX века, а в дальнейшем было показано их наличие при различных солидных опухолях. Отличительной чертой данных клеток является их немногочисленность, определенная нестабильность, пребывание в состоянии покоя. Для определения этих клеток, для их идентификации, в выявлении биологических свойств используются самые различные методы, позволяющие выявить гиперэкспрессию целого ряда маркеров. На данном слайде представлены наиболее широко используемые для выявления опухолевых клеток при раке желудка в маркерах CD44, CD133 и некоторые другие, гиперэкспрессия которых и предопределяет свойства этих клеток. Нужно отметить, что особая роль в возникновении этих клеток, в поддержании их биологических свойств, а следовательно и в характере развития в целом процессе, отводится к различным компонентам микроокружения. Среди этих компонентов несомненную роль, важную роль, играют различные биологически активные вещества, выделяемые эндотелиальными клетками, нервными клетками, мезонхимальными клетками, другими компонентами матрица, а также, несомненно, иммунокомпетентными клетками. Все эти биологически активные вещества, выделяемые как опухолевыми клетками, так и компонентами межклеточного матрица, действия аутокринно и парокринно на опухолевые клетки, в конечном итоге способствуют их дедифференцировке с образованием опухолевых стволовых клеток с дальнейшим изменением характера протекания патологического процесса и проявлением свойств, указанных ранее. Отличительной особенностью этих клеток, кроме того, является способность к обратимому эпителиально-мезонхимальному переходу, результатом чего является повышенная их мобильность, в свою очередь приводящая к появлению этих клеток в циркуляции, что даёт возможность формироваться отдалённым метастазом. В связи с вышеизложенным целью нашей работы являлось изучить особенности иммунологического микроокружения опухолевых клеток с фенотипом стволовых при раке желудка. Были поставлены следующие задачи. Первое. Определить характер распределения опухолевых клеток с фенотипом стволовых в тканях больных раком желудка. Второе. Выявить особенности цитокинового статуса ткани при данной патологии и различных количествах соответствующих клеток с фенотипом стволовых. Пациенты, находящиеся на лечении медицинской онкологии, были разделены на две группы. Это основная группа, больные раком желудка, в 65% это больные с адренокарциномой желудка с метастатическим поражением брюшины и большого сальника. Возраст данных пациентов составил порядка 59 лет. Пациентам данной группы осуществлялась гастроэктомия, дистальная резекция желудка и диагностическая лапароскопия. В ходе оперативного вмешательства были отобраны ткани, опухоли, перифокальные зоны, брюшины и сальник. Второй группой, группой сравнения, являлись пациенты с неонкологическими заболеваниями. Чаще всего это были пациенты с желчекаменной болезнью. Возраст этих пациентов составил 56 лет. Пациентам данной группы осуществляли лапароскопическую холицестектомию, адреналоктомию и грыжесечение. Интраоперационно были получены ткани брюшины и сальника. Полученные ткани от пациентов основной группы и группы сравнения доставлялись в лабораторию, где осуществлялась механическая диссоциация ткани, в результате которой были получены клеточные суспензии, используемые для исследования методом проточной цитометрии, а полученный супернатант использовался для определения концентрации цитокена. Фенотипирование клеток осуществляли на проточном цитометре Факсканта-2 после их обработки панелью антител, указанных на слайде. Аналитические процедуры осуществляли в соответствии с указаниями фирмы-производителя набора. Результаты определения клеток, имеющих маркер губкурустовых клеток, выражали в процентах от общего количества живых среди 45 отрицательных клеток. В результате мы рассматривали концентрацию количества клеток с фенотипом, представленным на данном слайде. В супернатантах определяли методом иммуноферментного анализа концентрацию указанных цитокенов. Результаты выражали в виде удельного содержания в пересчете на 1 г белка, определяемого биоретовым методом. На данном слайде представлены результаты исследования характера распределения опухолевых клеток с фенотипом стволовых в тканях при раке желудка. Из представленных результатов видно, что клетки с фенотипом CD45-CD44+, в опухоли и брюшине не определялись, в то время как наибольшее количество этих клеток было выявлено в ткани сальника и перифокальной зоне. На этом фоне у пациентов с раком желудка клетки с фенотипом CD45-CD133 были выявлены во всех исследуемых образцах. Максимальное количество этих клеток было выявлено в ткани сальника и перифокальной зоне. На третьем месте оказалась ткань брюшины и количество клеток данного фенотипа, которое было также статистически достоверно выше, чем в ткани опухоли. Таким образом, можно говорить об определенной гетерогенности распределения клеток с различным фенотипом в тканях пациентов при раке желудка. Эту гетерогенность можно объяснить в рамках концепции мигрирующих опухолевых стволовых клеток, разработанных еще в 2005 году. В соответствии с этой концепцией можно говорить о наличии двух типов ОСК, двух фракций. Это так называемая стационарная ОСК, для которой характерно то, что они являются неподвижными, окружены эпителиальными тканями и ответственны за формирование трансформированных потомков, формирующих первичную опухоль. Кроме этого, выделяют мигрирующие ОСК, которые, как правило, расположены на границе опухоль здоровой ткани организма. Для них характерна повышенная способность к эпителиальному и эзенхимальному переходу, и их появление ознаменовывает собой срыв гомеостаза эпителиальной ткани, что сопровождается потерей данными клетками эпителиального фенотипа с последующим увеличением миграционной активности. Как было отмечено ранее, в появлении этих клеток, в поддержании популяции этих клеток, в определении их биологических свойств, особая роль отводится цитокинов. Цитокины — это молекулы, продуцируемые активированными иммунокомпетентными и некоторыми другими клетками, в частности опухолевыми и эндотелиальными клетками молекулы. Являются регуляторами межклеточных взаимодействий по каскадному пути. Многие из них могут выступать как факторы усиления опухолевой прогрессии, в то время как в зависимости от условий эти же молекулы могут обуславливать и антионкогенные эффекты. В конечном итоге баланс количественной и качественной распределения этих цитокинов, их локальная концентрация, динамика изменения локальной концентрации в ткани определяет вероятность роста и прогрессии опухоли, определяет характер ангиогенеза, характер ответа опухолей и других клеток на различные гормональные сигналы, влияет на процессы инвазии и метастазирования, а также в конечном итоге приводит к изменению активности различных звеньев иммунной системы, что обуславливает возможность формирования противоопухолевого иммунитета. В нашей работе на первом этапе мы попытались изучить особенности концентрации цитокинов в тканях больных раком желудка. Из представленных результатов видно, что в различных тканях, для различных цитокинов, характерен определенный дисбаланс в концентрации этих молекул. В частности, если для энтраликина 1-бета характерно снижение концентрации в перифокальной зоне и сальнике по сравнению с тканью опухоли, в то время как в глюшине концентрация этого цитокина статистически не изменялась. Одновременно с этим можно говорить о том, что концентрация в перифокальной зоне интервекина 6-го была достоверно существенно ниже, чем в ткани опухоли, на фоне того, что в других тканях эта концентрация цитокина практически не изменялась. Выраженным и разнонаправленным изменением, как оказалось, подвержена концентрация интервекина 8. Если в ткани перифокальной зоны и сальника отмечаются достоверные выраженные снижения этого цитокина, то в ткани брюшины мы видим, наоборот, существенное увеличение концентрации этой молекулы. Кроме этого, аналогичный дисбаланс характерен и для интервекина 18, концентрация которого снижается в перифокальной зоне и увеличивается в ткани брюшины, в то время как в сальнике изменений не выявлено. Следует отметить, что такие цитокины, как интервекин-2 и фактор некроза опухоли в тканях больных раком желудка статистически достоверно не изменялись, в то время как концентрация интервекина 10 достоверно увеличивалась в ткани брюшины. Интересным, на наш взгляд, является и разнонаправленный характер изменения концентрации интервекина-1РА. В частности, в перифокальной зоне мы обнаружили увеличение концентрации данной молекулы, в то время как в сальнике концентрация её была снижена. На следующем этапе мы попытались сравнить характер изменения концентрации цитокина в сальнике у пациентов основной группы и группы сравнения. Из представленных результатов видно, что при развитии рака желудка наблюдается достоверное и достаточно выраженное изменение концентрации интервекина-1-бета, интервекина-6, интервекина-8 в сальнике, в то время как концентрация других цитокинов, представленных на данном слайде, достоверно не изменяется. Одновременно с этим достаточно выраженными является увеличение концентрации интервекина-18 и интервекина-1-РА в ткани сальника при развитии рака желудка. В брюшине мы видим несколько иной характер изменения концентрации, выбранных нами для исследования цитокинов. Хотя во многом этот характер изменений, в общем-то, аналогичен, наблюдаемым в ткани сальника. В брюшине отмечается достоверное увеличение концентрации интервекина 1-бета и интервекина-6, в то время как концентрация интервекина-2 в ткани брюшины основной группы достоверно ниже значений группы сравнения. Концентрация интервекина-8, интервекина-18 и интервекина-1-РА в брюшине была существенно выше в брюшине пациентов при развитии рака желудка по сравнению с пациентами с неонкологическими заболеваниями. Таким образом, в ходе проведённого нами исследования выявлены целый ряд особенностей распределения опухолевых клеток с фенотипом стволовых. При этом это распределение наблюдается определёнными закономерностями в изменении концентрации определяемых цитокинов. По нашему мнению, гиперпродукция в опухоли сальники и брюшины интервекина-6 и интервекина-8 приводит вероятных стимуляций опухолевого роста к миграции клеток, усилению неангиогенеза. Нарастание их локальной концентрации способствует распространению опухолей. Нарастание при аденокарциномах желудка уровня интервекина-1-РА, по-видимому, реализуется в виде подавления иммунных реакций, связанных с инициальным интервекином иммунного ответа интервекином-1-бета. Таким образом, при образовании метастазов в ткани сальника и брюшины формируется определённая микросреда, характеризующаяся рядом особенности в соотношении концентрации различных цитокинов, которые вносят свой вклад в образование вторичной опухоли и влияют на свойства ОСК. По нашему мнению, определение количества опухолевых клеток с фенотипом стволовых, особенности их распределения в опухоли прилегающих тканях, изучение особенностей параметров микроокружения этих клеток, в частности, представленности монокомпетентных клеток, особенности цитокинового статуса и концентрации различных других биологически активных веществ, условия поддержания фенотипа этих клеток и закономерности его изменения, а также определение соотношения стационарных ОСК и мобильных ПСК при раке желудка и раке других органов может выступать в качестве своеобразных прогностических факторов, позволяющих определить процессы рецидивирования и ответа на терапию. В заключении хочется отметить, что данная работа была выполнена в рамках государственного задания изучения возможности применения опухолевых клеток в человеке для создания модели циногенной опухолевых экспериментов. И хочется поблагодарить коллектив в достижении полученных результатов и в представлении их на столь высоком уровне. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...